Одесская журналистка Елена Глещинская, освобожденная из украинского СИЗО и доставленная на прошлой неделе в Россию, сегодня выписалась из московской больницы вместе с новорожденным сыном. Он появился на свет в заключении, ребенку требовалась серьезная помощь медиков, но вот теперь его здоровье ничто не угрожает. Встречавшим ее коллегам Елена рассказала, что пережила за этот год на Украине и заявила, что намерена активно участвовать в судьбе политзаключенных, которые остаются в украинских тюрьмах. Репортаж Ольги Князевой. Последний осмотр перед выпиской. Уже через несколько минут бывшая украинская политзаключенная Елена Глещинская выйдет к российским журналистам, свободным человеком, с ребенком в руках. Эта история могла закончиться совсем по-другому. Окажись, Елена Глещинская с ребенком в Москве хотя бы на пару недель позже. Беременность в условиях украинского СИЗО привела к тому, что ребенок был в тяжелом состоянии. Врачи Филатовской больницы столкнулись сразу с несколькими непростыми диагнозами. Инфекцию в коленном суставе. Инфекцию занесли еще в реанимации в Одессе. И она дала осложнение на коленный сустав. И здесь очень хорошие хирурги. Они вовремя правильно скорректировали лечение. И теперь все нормально. Эту измотанную событиями последних месяцев женщину официальный Киев иначе как врагом государства не называет, находясь в московской больнице. Она рассказывала российским коллегам. Была обычным журналистом. Провела несколько научно-культурных конференций, во время которых высказалась за необходимость федерализации. И вдруг СИЗО. Елена в одной камере с убийцами. И никаких поблажек в связи с беременностью. А даже наоборот. Как только узнали, что я беременна, стали мне... Чуть-чуть немного ужесточили условия содержания. То есть запретили прогулки. Не стали пускать на прогулки. В передачах, которые мне передавали родственники, начали строже относиться. Многие продукты не разрешили передавать, в том числе молочные. Несмотря на то, что я беременна. Председатель комитета спасения Украины Николай Азаров следил с судьбой Елены от судебной скамьи до дня, когда журналистка вместе с другим политзаключенным Виталием Диденко спустилась с трапа самолета на российскую землю. Азаров лично добивался, в том числе через представителей ООН, освобождения молодой матери. Ни один случай преследования накомыслия, ни один случай пыток не пройдет бесследно. Сейчас эта работа поставлена, документируется, опрашиваются люди, собираются свидетельские показания. Сегодня на Украине около тысячи человек сидят в тюрьмах, порой лишь за неосторожно произнесенные слова. Как и Елена. Они когда-то предполагали, живут в демократической стране. Затем буквально на своей шкуре прочувствовали изнанку демократии по-киевски. Пытки и издевательства Гличинская признается, все это было настолько близко, что она теперь никогда не останется в стороне. Есть политические заключенные еще в Харькове, в Мариуполе, которые тоже требуют какой-то помощи. У меня есть опыт, я надеюсь, что я смогу помочь им. О их судьбах должны знать не только в Украине, не только их родственники, должны знать и в Москве, и в Европе, и во всем мире должны знать, чтобы мы могли принимать какие-то меры. Должно быть известно, что эти люди ущемлены в своих правах. На родине против журналистки возбуждено уголовное дело. Без ее участия проходят суды. А еще в Одессе осталась семья. Муж, двое детей, маму и младшего брата. Они пока видят только на фотографиях. Пока ситуация не изменится. Елена останется в Москве. Со здоровьем сына Никиты будут следить педиатры Платовской больницы. Ольга Князева, Дмитрий Попков, Андрей Лесных, Ярослав Зорин и Нина Эшба. Первый канал. Субтитры сделал DimaTorzok